Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский, школа программирования spb-retout.ru, Python, Django и другие языки рассматриваем. Это видео короткое и, наверное, больше как подсказка. Исходя из опыта, просто вот делает человек домашнее задание, Денис, да? Вот он пишет. Добрый день, двигаюсь по отработке, подход к преподаванию бомба, спасибо, либо прикрепляю домашнее задание, 16 урок. Ну, откроем, но сейчас я в код не буду вдаваться, просто на это нет времени. Просто скажу, что правильно делает. Вот послушал моего совета, послушал моего совета, начал использовать, начал использовать, Jupyter начал использовать ноутбук, но подсказываю, да, дополню. Просто он начал использовать get-атрибут, z-атрибут и так далее. Ну, давайте посмотрим, объясню сначала по принципу. Отсюда начинается настоящий код, на самом деле. Класс! Пусть будет, это я просто чтобы, и пусть будет некий метод go пойти, да? Просто не пишу как код, а нарисую несколько вещей. Вот, допустим, делаем так. И вот смотрите, у нас один класс, один класс. Ну, теперь представьте, в классе метод go, да, мы видим. А, потом начинаем использовать то, что использует сейчас Денис в данном случае, get-атрибут, метод z-атрибут, ну и другие вещи. Иными словами, они в классе не отражаются. Но получается, при создании экземпляра класса, иными словами, когда мы создаем, если для новичков, копию класса, в экземпляре мы, допустим, пишем, в одном случае сходить в магазин, в другом случае сходить в поход, в третьем случае сходить по грибы. При этом, как только мы сходили в магазин, дальше атрибут уничтожается, да? И по сути дела, если вы начинаете работать в этом направлении, то это называется магией. Это то, что, в принципе, используется в джанго. Вот если мы откроем джанго, если мы откроем джанго, например, по-моему, ну вот я просто к примеру, мы начинаем находить все вот с этой оперы, да? То есть это используется. То есть откуда берется вообще вот эта магия, когда некий класс делает совершенно другие вещи, которые совершенно не очевидны. Так вот, то есть поняли. И я вижу, я вообще пишу для ребят школу подсказку, я вижу, что выяснил человек, да, Денис в данном случае. И выясняет, где отображается, где нет, потом описывает. По сути дела, получается, если так посмотреть, то на самом деле мы имеем дело с памятью Python, да? То есть происходит совершенно много действий. Действие прошло, убралось с памяти. Это очень круто. Но когда вы начинаете использовать, вот именно развивать себя в таком, именно написании кода, действительно это уже будет очень-очень круто. И навряд ли человек придет, который даже у него средний уровень, навряд ли он разберется в вашем коде. Поэтому вас точно не заменят на работе тогда. Теперь вопрос, как к этому подойти. По сути дела, для этого надо начать изучать, в первую очередь, методы с двумя нижними подчеркиваниями. Я дам в описании ссылку, потому что большинстве ребят говорят, вот мне, я видел магические методы, ну, а зачем они? Вот я дам ссылку, да, GetItem, да, практическое применение. Очень полезный метод, да, но посмотрите, просто, да, поймете, что применение довольно просто. Это я подсказываю, что надо двигаться именно таким образом. В принципе, то, что я хотел рассказать, я рассказал, это было как подсказка, что, в принципе, откуда начинается, действительно можно начинать двигаться к более высшему пилотажу, я вам подсказал. В школе мы делаем, конечно, все намного шире, все намного больше, и посмотрите, да, spb.ru.ru Все, это была подсказка.